добрый вечер смотрю на себя боже не да знаете который час начала первого ночи уже сейчас посмотрю лига вижу в резине вижу так ну да 10 минут первого что снимать очки или так с вами общаться это я пока мама спит я пользуюсь случаем быстренько закончила работаю и своими браслетиками быстренько решила записать несколько видео на instagram потому что меня спрашивают вопросы задают и я думаю ладно запишу сейчас поотвечаю три образа поменяла девочки этот отдела пиджак уже это третий образ где я говорю что да я стилист я закончила варшаве курсы стилей моды выбрала самые дорогие потому что я в варшаву переехала в 45 лет я решила поменять место жительства вот это была моя мечта еще с института что вторую половину жизни проживу за границей в одном историческом городке вот но я не думала что это будет варшава я что-то больше думала что это будет краков вы знаете почему потому что мой отец польские корни и вот так я сверхотела так и сына отправила документы сделано так и мой сыночек там учился в киеве потом учился в варшаве он уже давно имеет польское гражданство и я бы его имела если бы мне мама не сделала вот такие концерты и мне не пришлось переезжать виталию это не была моя мечта и цель моей жизни вы тоже спрашиваете как ты попала виталию чисто случайно смотрите смотрю тут цветок и тут цветок может надо было на эту сторону не буду уже переодевать уже так и будет так что виталия не планировала почему я думала что я буду в польше потому что польские документы это было реально сделать они мне сейчас польские но гражданство я уже не получу потому что я живу здесь а для гражданства надо бы работать там я просто одевала только один этот браслетик видите на одну сторону зеленый салатовый такой да а другую голубой и вот такие сережки не чувствует ракеты мои лежат вот здесь потому что заказы девочки позаказывали кстати по италии отправляю в рим заказал вот эти ранее сейчас покажу вам вот и я и больше не могу взять это кстати стекло это не керамика розовое сердечко у меня была керамика а вот это все стекло вот это одна эта бусинка это с украины девочки делает вот это все остальное итальянская разные то делала под заказ что в на чем мы остановились так я думала жить у польши потому что у меня польские документы и это мне было бы без проблем и мой сын переехал через 2012 году а я 2015 переехала но получилось так что я не успела там потеряла много денег я не буду говорить потеряла вложила деньги там варшаву переезд оформление документов понимаете что это же чужая страна как бы все равно как корни не были но все равно что нас там никто особо не ждет и меня спрашивал мама ты готова выйти из зоны своего комфорта говорю сыночка готова потому что уже хотела поменять и жить просто недалеко от своих детей от сына с невесткой вот заниматься внуками и уже вот думала что уже моя вот это вот такая артистическая жизнь и также жизнь в роли мамы терезы наверное нашей семье вот мне уже надоело я думала все меняю и уже буду жить вот так как я хочу но получилось так как получилось мама кстати очень не хотела чтобы я ехала в большую тетя папа сестра тоже не хотела потому что они знали что они ко мне могут при любое время кто на что заболел едут куда к жанне лечиться жанны можно остановиться так как жанна не семейная жанна все договориться жанна посадить машину все провезет все сделает вот так что никто не поприветствовал моего переезда вот потому что я была удобна просто было удобно вот и мама тоже понимала наверное что все таки она хотела жить в италии она была после инсульта когда я приехала сюда и ходила она с возиком пять лет после инсульта она снимала комнату она хотела просто жить венец и потому что на ее очень любит и она не хотела возвращаться домой и я понимала что когда-то придет время и мне надо будет что-то с ней делать вот время и пришло ну так наверное так наверное надо было понимать мы планируем а бог распоряжается то что я хотела одно но получилось совсем другое и я раньше обижалась на маму ты меня сюда притянула все-таки мамина вот такое мамина и желание она наверное очень сильная вот они испугались просто что я могу уйти вот как бы с орбиты до заниматься своей жизнью а кто же будет нам помогать а кто же будет то-то-то-то-то-то понимаете я постаралась уже работаю над собой очень чтобы не держать обиды на мамы потому что она у меня немножко вредная вот и мне очень тяжело приходится счастье уже более менее успокоилась во первых я уже стабилизировала свою жизнь здесь более-менее тоже стабилизировала хоть могу немножко дышать могу вот еще мне надо там с коммерциалистом поговорить тоже насчет налога этого всего потому что виталии вот вы мне тоже кто-то написал мне сегодня буквально написали я была на море сладей ничего не читала не слышала потому что телефон отключился и мне сегодня написали ну вот а как итальянцы их бы ты их медицина учеба и я написала все очень плачевно честно не хочу даже на эту тему говорить и вы скажете отчеты там тоже мне кто-то писал что там хакушки понаехали чего вы там сидите там еще команду эти счета мне даже сказали срете да вот никого ничего я же понимаю что это в мире просто что-то происходит я же ничего не имею против италии и самой италии как страны это великолепная страна история архитектура не мне вам рассказывать все вы прекрасно это знаете но то что сейчас творится в этой стране ну так оно творится во всем мире понимаете но это что мы здесь всегда будем чужие это вы тоже должны понять может быть женщины которые едут сюда изначально в роли жены это надо чтобы мужчина просто был интеллектуально развит понимаете они по интернету где-то там кого-то нашел а может просто человек который имел дело с украиной я говорю сейчас в украине потому что я с с украиной имел дело работал чтобы уважал эту страну и тех людей которые там живут потому что в основном приезжают на заработки и итальянцы видят как второй сорт воспринимают конечно же стать на ноги и чтобы заслужить авторитет который мне принципе не надо было потому что я честно говорю что уровень развития интеллектуальный уровень развития знания отношения культура вот тут где я живу а я живу в девяти километрах от венеции но очень многое бы скала дегенератов честно вам говорю я намного я знаю больше например не только не только знания а вообще уровень уровень жизни взгляды на жизнь но наверное так тут вы не могу без очков потому что я не вижу не все плывет перед глазами я не вижу боже лицо какое-то такое уставшие наверное но уставшие потому что у нас утра устала их же целый день на ногах и уже ночь на дворе данным давно люди спят мама спит с восьми вечера сейчас будет подниматься а я еще не ложилась и я пока не встречала итальянцев таких которым бы с которой бы которые были бы для меня примером чем-то честно нет пока нет так что когда вы спрашиваете когда мне говорили как тут обстоят дела наверное так как в украине или так как там россии или еще в других странах наверное такой бюрократии нету наверное там все честно далеко не честно и но даже очень очень даже не могу сказать даже очень-очень это видно по всему куда не поедешь куда не пойдешь вот меня были на экскурсии вот на днях девочка мать и дочь с праги но они уже 25 лет живут там возле праги они купили дом даже что ну да и 40 лет и двое детей взрослых ну такая молодец она уже видела весь мир она побывала многое где и и чем-то ее удивить и она говорит я же понимаю будет я вот люди а так ошибаются это не я и говорила это уже она говорила я же знаю что такое италия что сюда можно приехать только отдыхать отдыхать здесь хорошо а если жить у нее еще мужчина был итальянец она тоже приезжала сюда как бы не итальянец тоже кто-то там жил здесь да ну то бишь она уже видела мир я может сравнить вот итальянский сервис и с другими странами потому что турист может сравнить только сервис а я уже могу сравнить совсем другие вещи потому что у меня уже что я просто живу здесь так что италия классная если вы сильный человек настойчивый сильный не не боитесь депрессии вообще не подпускаете и в себе уверенный в себе и у вас есть какой запас финансовая какая-то подушка вы можете приезжать жить в италии но если у вас этого всего нету а то можно очень быстро упасть на дом не только через финансы а даже психологическим но просто люди не выдерживают много людей встает даже алкоголиками если это мужчины и женщины тоже я не говорю о тех кто приезжает и живет в семи бадан там работает они ни за что не платят они просто уже там живут а там психиатрия потом начинается потому что нормальным людям не берут до берут больным и потом эти наши женщины мне тоже более не смотреть потому что со временем они уже это уже просто нервы это отсюда хотя они не платят ни за что там просто живут но это другое это тоже теряется жизнь здоровье многое другое все стилист жанна пиддубна будет заканчивать сегодняшнее видео это даже не обзор это просто я выговорилась вам перед сном и будет идти спать это стилист и финита ля комедия до концерт окончен друзьям нас ждут интересные дни завтрашнего дня начинается кинофестиваль вчера уже приехала николь китман уже многие актеры приехали вчера я думаю что сегодня не уже все приехали да вот и открытие я бы тоже хотела попасть постараюсь выделить время потому что у меня дни расписаны но все-таки на кинофестиваль хочу просто хоть глазиком посмотреть потому что я понимаю тоже что такое киноиндустрия но все же хочется окунуться если я уже здесь вот так как это всего не видеть правда тем более что у меня уже три года такая цель поймать юрия висунскую и взять у нее интервью все папусики спокойной ночи друзья для меня для вас не знаю вы наверное будете смотреть утром я учу